Это не просто яблоко. Это яблоко освященное. Говорят, если загадать желание и съесть такое, оно обязательно исполнится. 19 августа один из 12 самых больших христианских праздников. Православные отмечают яблочный спас. По старинным приметам, именно в этот день осень начинает забирать у лето силы. А прихожане несут в храм плоды, освящать их и благодарить Бога за урожай. Как прошел яблочный спас в Благовещенске, расскажем далее. Освящают в этот день не только яблоки, но и другие фрукты и даже овощи. Но называют праздник все же яблочным. Кстати, именно с этим днем связано много примет и традиций. В православной культуре яблоки очень символичны. Самый известный плод с яблоневого дерева – тот, из-за которого Адама и Еву изгнали из рая. Яблоко – это уже как бы по преданию, там уже говорят, но там не написано, что это яблоко. Не надо смешивать прародистский грех с яблоком конкретно. Это плод, какой-то определенный плод. Плод, который запретил Бог кушать. Плод. А какой – мы не знаем. Кстати, как оказалось, популярен праздник не только для традиционных прихожан, но и для гостей из Поднебесной. Как сами объясняют, про такое торжество не знали, но посмотреть крайне интересно. Русские традиции очень интересуют наших приграничных соседей. Очень торжественно, красиво и масштабно проходит. Всем нашим приезжающим туристам нравится. Нравится и шестилетней Ксении. Приходит в храм не только по праздникам, но и каждое воскресенье. А каждое воскресенье – как на праздник. Девочка выбирает лучшие наряды и идет в храм вместе с мамой. Я не только в этом бываю. Бываю еще из городского парка на Пушкино. Один раз мы с мамой были на железнодорожном вокзале, но сегодня на Курьково. Кстати, по народным приметам, именно этот спас означает наступление осени. Принято считать, что ночи после яблочного дня станут холоднее. А по погоде можно предугадать, какой будет зима. И, скорее всего, если верить народным приметам, январь в этом году будет морозным. Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей.